Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поразмышляем над стихом из 53 главы книги пророка Исаии «И ранами его мы исцелились». Это пророчество возвращает нас к образу самого великого пророка Израиля. В Библии мы не видим его лица, лишь таинственный силуэт, обращенный в будущем. Все остальное, оно как будто позади. Оборачиваясь назад в прошлое, мы можем увидеть великих пророков Иеремию, Иезекииля, Исаию, Осию, некоторых других провозвестников воли Божьей. И между ними есть только одно общее, то, что за ними стоит некто невидимый. За ними всегда стоит сам Бог. И поэтому этот таинственный пророк, имя которого мы не знаем, он каким-то образом отражает величие и тайну самого Бога. Этот силуэт пророка, уникального, неумеющего имени, предстоит перед нами из книги пророка Исаии и из тех пророчеств, которые мы слышим в наших храмах за богослужениями Страстной Седмицы. Обычно выделяют четыре песни. Первая песня открывает с собой 42 главу книги Исаии. «Его имени мы не знаем, но Господь возвещает нам, что это его отрок. Вот мой слуга, вот раб мой, вот мой служитель». Кстати, в скобках можно отметить о том, что слово «раб» Божий не имеет ничего общего с теми представлениями, которые возникают в нашем воображении, какие-то ассоциации с римским рабством или с чем-то унизительным. Во-первых, в Палестине не было такого рабства, какое было в Риме, и поэтому это слово означает действительно либо отрока, это может быть сын, который не имеет еще всей полноты гражданских прав, условно говоря, не достиг совершеннолетия. Поэтому слово «раб» означает отрок, слуга и в некоторых случаях сын. И затем Господь говорит «Я, Господь, призвал тебя». И открывается миссия этого таинственного слуги. Вторая песнь начинает с собой 49-ю главу. Здесь мы слышим его голос. Кому он обращается? Он обращается к далеким народам с очень странным приветствием. «Слушайте меня, острова». Всегда это очень красиво, когда звучит за богослужениями. Бесконечно далекие уголки вселенной, те далекие острова, до которых доходит весть Бога. «Господь призвал меня от утробы матери моей, говоря мне, ты мой слуга. Но я тщетно трудился, исполняя миссию. И тогда Господь сказал, ты не только возвратишь Израиля, но и просветишь народы, то есть язычников». Вот почему он обращается к далеким островам, к неведомым языческим народам. Третья песня расположена в начале 50-й главы. Он в ней говорит как ученик. Ученик — это тот, кто слушает, слушает учителя. И поэтому здесь он уподобляется слушающему и потрясает своим смирением, которое помогает по-настоящему нам оценить его царское достоинство, его величие. Он кроток, но тверд, как кремень. Десница Бога спасает его от опасности. «Вот, Адонай, Господь придет помочь мне, кто осудит меня». Твердая уверенность, твердая вера. И, наконец, четвертая песня, она в конце 52-й, в начале 53-й главы. И здесь обстановка резко меняется. Вновь мы слышим голос Бога, который говорит «мой слуга». Но также возникает новый голос, который подобен хору из античной трагедии. Возникает какое-то таинственное «мы». Голос слуги мы больше не слышим, он угас. В трех предыдущих песнях разворачивалась его история. От утробы матери до суда, на котором он утверждал, что уверен в Боге. Но теперь раздается коллективный голос, безликий хор персонажей. Это хор ближайших свидетелей, причастных к его участи. Они видели его в самом начале пути, когда он пробивался из земли, как росток. И это замечательная аллюзия на пророчество о Христе, который как росток на цер, спасенный от смерти, возвращается со святым семейством из Египта для того, чтобы в какой-то момент принять свою смерть, потому что час его еще не пробил. И вот здесь он пробивался из земли, как росток, и они знают, где он погребен. И так он был убит. Бог не заступился, не защитил его ни перед судьями, ни перед истязателями. Не встал на его защиту, когда слуга смирил себя и не отверзал уст своих, как овца. Он был веден на заклание, как агнец, предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. И так этот хор голосов, это хор свидетелей, это хор античной трагедии. И они говорят, до последнего момента мы были уверены, что он грешен, что он заслужил свою участь. И здесь мы соприкасаемся, может быть, самым болезненным, что есть, самым трагическим, что мы переживаем в Страстную Пятницу, потому что толпа, которая кричит «распни, распни его!» в своем ожесточении, абсолютно уверена в том, что она вершит высшую справедливость, что она угождает Богу. Если человек страдает, значит, он этого заслужил. Если он наказан, значит, виновен. Это какая-то чудовищная и бесчеловечная логика, некий механизм, который запускается в сердцах многих людей в такие моменты. И в этом смысле, конечно, пророк Исаия касается самого болезненного момента в человеческой совести, в человеческом сердце. Но в их свидетельстве есть другая новость, и она еще более невероятная. Они говорят, он нас исцелил. В самом деле тот грешник, который живет в сердце этой толпы, осудил этого праведника и, может быть, даже злорадствовал. Но справедник никогда не судит. И само это зрелище преобразило его участников. Они не повинны в его смерти, виноват лишь узкий круг каких-то других людей. Они лишь безучастные свидетели. И причина, почему их глаза были закрыты, потому что было закрыто их сердце. И исцеление произошло в тот момент, когда в этом буйстве жестокости, бесчеловечности вдруг что-то сверхчеловеческое коснулось их сердца. Грешнику нравится всегда осуждать. И это самый надежный симптом того, что через этого грешника действует какое-то абсолютное зло, сверхчеловеческое зло. Праведник, напротив, он никогда не осуждает. Многие пророки и праведники безжалостно обличают зло, но они никогда не упиваются этой роли. В первой песне слуга поэтому безмолвствует. Пророк Исаия говорит, он не возопиет, не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленные не преломит, льна курящегося не угасит. Этот пророк не такой, как другие, хотя в его жизни много того, что является общим для всех настоящих пророков, что является общим для такого страдающего праведника. Конечно, то, что его труды остаются тщетными, как и в случае самого пророка Исаии. О том, что он способен прощать, как прощает Осия. Его также ведут на суд, как Иеремию. И он также исцеляет от болезней, как исцелял Елисей. Своих свидетелей, свидетелей его смерти, он исцеляет своей смертью. Тех, кто одобрял его осуждение. И поэтому его образ становится великим пророчеством, в котором соединяется и ветхое, и новое. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Позади него, в этом сонме голосов, который можно услышать, можно еще различить тоже голос псалмопевца. Во многих псалмах мы слышим молитву людей, которые оказываются в таком же положении, как и слуга. Они подвергаются гонениям, над ними нависла смертельная опасность, но их вера не ослабевает. Они не перестают уповать и надеяться на Бога. Они абсолютно уверены в том, что Бог в последний момент спасет их. И затем в псалмах всегда есть этому подтверждение. Они всегда подтверждают, что действительно Господь нас сохранил. Слуга проходит подобную участь, только он уже не возвращается для того, чтобы сказать, что он спасен. Все происходит иначе. Возвращаются другие свидетели для того, чтобы сказать, что они исцелились им. Наши немощи он взял на себя, наши болезни понес, и ранами его мы исцелились. Его смерть стала источником жизни. Бог не уберег его от смерти, но Бог освободил его от оков смерти, от власти ада. Он жив. Что же так могло потрясти свидетелей, что так изменило их сердце? Что вызвало такое покаяние и подлинное перерождение? Во-первых, то, что здесь бесспорно чувствуется вмешательство Бога. Бог произносит свой суд. И он говорит не в шуме, и не в каких-то видениях или зрелищных событиях. Происходит нечто невероятное. Они хотят сказать, что слуга прошел свой неслыханный путь ради того, чтобы его услышали и они сами. И через них обитатели всего мира. Вот и мы в свой черед тоже оказываемся в положении тех же самых посланников. Мы тоже призваны, и те, кто ощущает в себе это призвание быть слугой, служителем какой-то божественной вести, разделяют участь этого слуги. Однако Бог никому не говорит о том, что будет в конце, чем завершится судьба его посланника. Он говорит лишь то, что слуга мой будет возвышен, вознесен очень высоко. Дело в том, что эти слова «возвышен», «вознесен очень высоко» почти буквально совпадают с тем, что пророк Исаия говорит о Боге, когда он видит в храме сияние божественной славы. «Возвышен», «вознесен очень высоко» — это одновременно и образ позора, распятия, виселица, на которую вздернут мессия, и одновременно это момент славы и явления божественного могущества, потому что своей смертью он упразднит смерть, он умрет смертью, которая в действительности была воскресенье. И древние читатели это все прекрасно понимали, что то место, на котором возвышался Бог Саваоф, в храме, в видении Исаии, отныне занимает его слуга, служитель, преображенный и прославленный. Глаза, уши и сердца тех, кто взирает на него, исцеляются, но такое исцеление невозможно, пока не пробьет час этого слуги. Собственно, об этом и сообщается в Новом Завете, именно с этого и начинается Новый Завет. Именно исходя из этого места Писания, апостол Филипп в книге Деяний начинает свое благовестие о воскрешенном Христе, и ранами его мы все исцелились. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...